Добрый день! В эфире Кинопанорама с Юрием Ильзановым и в гостях у нас известный российский деятель, больше известный как режиссер, хотя и актер и автор сценария Владимир Иванович Хатиненко. Здравствуйте! Один из таких фундаментальных фильмов, 20 лет назад сняли «Мусульманин». Рядовой Николай Иванов пробыл у маджахедов целых 7 лет. Лишь международному Красному Кресту удалось отыскать его в одном из мешлаков Афганистана. На мой взгляд, он свою актуальность до сих пор не потерял. Совершенно определенно. Я абсолютно убежден. Коль того, надо его как раз и показывать то сейчас. Он даже сейчас может быть и более актуальный. Вот в чем дело. Если тогда все это так висело в воздухе и это ну такой скорее рефлекс был грядущего, то сейчас он сейчас актуальнее, чем он был. Владимир Иванович, вот в этом фильме такой конец немножко печальный. Не хотелось ли вам какой-то конец переделать? Хороший конец, он ни к чему бы не привел. Там не было драматизма, не было конфликта такого. Что же мы, что же мы не можем по-человечески, я упрощаю чуть-чуть, но сути это не меняет. Что же мы не можем по-человечески договориться? В кино договорились, а в жизни нет. Я вам точно говорю. Если бы я заново снимал, другого финала не может быть. Получилось, что вера исламская, она как бы получилась чище, более стойкая, чем вера православная. Нет ли такого некого конфликта? В православии это же довольно такая она мягкая религия, она не навязчивая, а ислам она активная, она молодая религия. Есть просто совершенно определенные приметы, которые вот сейчас работают. И к слову Женя Миронов, он когда готовился к этой роли, мы с ним поняли, что некоторые вещи сыграть нельзя. И он в мечеть ходил в течение месяца. И он не стоял там возле колонки, а он в первых рядах. У меня есть на самом деле еще один ответ. Там есть замечательная сцена, когда батюшка приходит, чем молодой парнишка, который сам в общем недавно бывший военный. И он рассказывает замечательную историю про Макаре Ипского. Как говорит тот, когда подумал, ну это известная история, ему в Святцах может любой прочитать, когда он подумал, что он уже достиг высоты, он сказал, нет, пойди туда-туда, там живут две женщины. Ведь вот ее не все услышали, а это очень точная история, которая как раз по существу. Когда эти говорят женщинам, мы ничего такого не делали, мы работаем, молимся. И дальше звучит фраза, просто за всю свою жизнь мы худого слова друг другу не сказали. А вы попробуйте так пожить. Наверное, большинство людей скажет, невозможно. Но к этому стремиться-то нужно. Вот вам, пожалуйста, идеал. Вот вам, пожалуйста, православный идеал. Вот и все. И понять, в чем дело. Современный мир не может предложить идей никаких. Нет идей жизни. Осталась фактически одна. Заработать деньги. В общем, больше ничего. Владимир Иванович, мне кажется, вы очень красиво этим фильмом нарисовали начало пути христианина. Не то, что идея плохая, а то, что мы стоим в начале. У нас сегодня такое вехо смены коммунистической идеи на идеи православные. И вот вы этим фильмом, на мой взгляд, и показываете, что люди идут в начале пути. И им нужно не стесняться взять все самое хорошее, у мусульманина все самое хорошее взять. Конечно, это боль семьи, если идет смена веры. Но где боль, там и, наверное, эмоции. Наверное, кино не может быть без этих эмоций. Когда я снял эту картину, ну, у меня круг мусульман есть, достаточно близкий. И они все поняли, что это фильм не для мусульман, не про мусульман. Они очень хорошо поняли, что это фильм для православных снят. И пусть вот этот мальчик, Олька Иванов, он же комсомолец был, там это все такое. И он в этой яме, он увидел Бога. Он увидел Бога. И это же уже дальше, и он преобразился. Он попытался преобразиться. Хотя я специально снимаю жесткую сцену драки, когда он дерется с братом. «Ежели мы, человеки, так мы должны же немножко попытаться жить вместе, понимать соседа, какого бы он ни был вероисповеданным». Вот и все. Но, к сожалению, мы вот сейчас красивые слова говорим, а по жизни это все получается значительно хуже. Вот замечательным образом за время существования человечества, представляете, сколько написано гениальных книг, музыки, снято кино, живопись, вот это все на театре. Сколько сделано для того, чтобы человек был человеком. Поразительным образом на каждого в отдельности человека это воздействует, а социум не меняется. Ни одна религия не призывает к тому, как мы живем. Вот в чем фокус. Можете говорить, сколько он, я такой-то, я буддист, я тот. Но ни одна религия не предполагает того образа жизни, который мы ведем. Вот в чем дело. Как вы считаете, семья православная, мама, папа и ребенок, стоит смотреть или просто лучше без детей его смотреть? Знаете, сейчас дети порой такие, они видят больше даже, чем мы. Поэтому я не вижу ничего такого, что можно было бы не показывать. Дальше этот вопрос, его и не все взрослые понимали, поэтому, ну... Во всяком случае, там нет ничего такого, что детям смотреть нельзя. Второй фильм, который бы хотелось обсудить, это фильм «Поп». Это самый, что ни на есть, выдающийся тип русского батюшки и первосвященник для нашей миссии. Не получимся ли мы предателями Родины? Русские же мы. Народу нашему под немцем совсем плохо будет. Так разве можем мы оставить его еще и без божьего утешения? Вот какое у тебя тут кино. То же о православии и то же о проблемах православия. Получается, фашисты приходят в российскую деревню, в село, как захватчики, как убийцы и открывают храм. Получается, они нам свет в окошке показывают. Понятно, что это не так, да? У них это был вопрос целесообразности. Большевики закрывали, мы откроем. И к нам станут относиться тогда хорошо. Я упрощенно, но по существу так оно и было. Это был абсолютно практический расчет. Ну, во-первых, там священников было много, и они были разные. Были, которые буквально служили, и хальгитры критяли, буквально служили. Они были очень разные люди. У нас, скорее всего, собирательный такой был образ. И как раз человека, который не оставил пасту. Нам интересен был такой персонаж. Сложнее всего создавать положительного героя. Над этим даже Федор Михайлович Достоевский говорит, «Я знаю всего два случая», – говорил он. Один из них – Дон Кихот. И вообще все эти случаи, он положительный во всех отношениях, только потому что он смешон. Вот положительный персонаж, ну, чего он неинтересно? У него недостатков нет. Он не пьет, не курит, налево не ходит, все. Ну, ничего тут интересного. Потому что большинство людей хочется в герои увидеть те же проблемы, которые их мучают. Значит, там должно быть что-то. Хоть у нас отец Александр Попе, он почти во всем положительный персонаж. Ну, там матушка его оттеняет в исполнении блестящей Нины Усатовой. Но все равно, это вот такой герой почти из рассказа про Макария Великого. Вот. Даже второй брат снимал, я вот таким же снимал. Потому что «Правда жизни» не есть «Правда искусства». Вот. А во-вторых, я лично встречал таких людей. Ну, кстати, в этом фильме очень красиво показано, когда какой-то бандит приходит в храм и хочет его убить. И он говорит, хорошо, ну, что ж, убивай, но сначала исповедуйся. И когда он отказывается петь со святыми в его покое, говорит, я бы рад, то есть мне нужно петь, но я не смогу. Это его человеческое. Он не имеет же права, как священник. Не имеет права, а он не может, а по-человечески он не может. Он говорит, я нормальный человек, я живой человек, священник, это же не святой. Это же просто человек, который службу несет. И мне самому нравится момент как раз, когда он не может, но он не может. Тут еще вот по сравнению с обычными советскими фильмами про войну, когда приходит Красная Армия, приходит некое облегчение. Ура, здорово! А вот в этом фильме все получилось как бы наоборот. Пришла Красная Армия, ура, все здорово, но ты, священник, извини, ты идешь в лагеря. Почему я говорю, когда брался за эту тему, я предполагал, что это непросто будет сделать. Это надо было пройти по лезвию бритвы на самом деле. Потому что момент предательства у нас, в России, это непреодолимое порой. Главное, нужен такой человек, через которого люди, для которых это тоже непреодолимое препятствие, предатель, расстрелять, чтобы они могли его услышать, увидеть. И вот таким человеком, ну и матушка, они вдвоем на самом деле, это вот отец Александр и матушка. Это вот эта вот семья и девочка, воцерковленная. И в общем мне нужны были люди, через которых бы могли на этот вопрос посмотреть иначе. Потому что, вы знаете, можно много громких слов говорить. Но когда я узнал, а я до этого так абстрактно представлял, сколько людей осталось под оккупантами, сколько людей осталось там, я понял, а дальше-то что? Вот, предположим, они тогда говорят, нет, мы патриоты Родины, все, ничего, мы давайте, всех нас убейте. Но это живые люди, поэтому они ходили. И на заводах снаряды изготавливали, они работали, потому что есть женщина, у которой есть дети. И она также с таким же, в общем, правом может спросить, вы же нас оставили здесь, вы же нас оставили, вы же нас не защитили, а мы простые люди, нам нужно жить. Проблема? Проблема, это драма. Вот когда я это снимал, я перед собой видел сон 50 миллионов этих вот стариков, женщин, детей этих, не сейчас кто-то там остались, оторваны, ни информации, ничего. И тут открывается храм, куда они могут прийти и согреться, где они могут согреть душу. Тело у печечки, ладно, дрова нашлись. А здесь и все. Но нет других вариантов, если по-человечески к этому подходить. Да и по-божески тоже. Но нет. И красивую точку вы ставите в этом фильме «Поп», когда уже наше время, уже там 80-е годы, когда уже старенький Сергей Маковецкий, уже в монастыре, и к нему приезжает такая современная молодежь. И немножко как-то, ну, не вульгарно, так как-то... Ну, а чего так к этому относились? Они же очень разные. Если вот посмотреть просто на эту сцену, взять фильм «Поп», посмотреть на эту сцену, и последить за реакцией каждого из молодых людей, они там все по-разному очень реагируют. Там даже есть один мальчишка, который мы видим, что у него уже движение началось. Я точно знаю, что навязать веру православную невозможно. Задача искусства – сеять и дарить надежду. Владимир Иванович, и недавний ваш фильм, недавняя ваша работа с названием «Наследники». Говорят, история учит, но мы плохие ученики, поэтому снова и снова нам приходится повторять свои невыученные уроки. Надеюсь, что, может быть, в следующий раз мы поступим так, как положим, наследникам. Да не было в XIV веке никакого русского народа. Глеб, не обращайте внимания, просто это зависть неудачников. Непростая судьба случилась, не буду сейчас все перечислять, непростая, довольно сложная, потому что она снималась к юбилею Сергея Радонежского. И у нас любят так. Вот к юбилею, вот снимите открытку, а потом и забыли. А я пошел на принцип. Я сказал, я к юбилею не буду. Мне интересно, после юбилея что? Вот, когда фанфары стихнут. И вот, что тогда? Ведь я про это и снимал. А что, ведь картина про то, что такое сегодня у нас Сергей Радонежский. Вот, мне было интересно. А что знать? Не люди, которые в храм ходят, не те, которые в храм ходят, святы считают, да? А вот просто люди. Много ли они знают? Ну да, Сергей Радонежский, ну да, конечно, он вдохновил на Куликовскую битву. Он, вот это, по-моему, монастырь. Ну, в общем, ничего. Он 300 километров пешком шел, потому что считал, что монах не имеет права, да? Она тоже, вот в этой простоте какая-то суть. Говорил тихим голосом, увещевал князей. Снять я не знаю, как это, но я считаю, что об этом сказать нужно. А пусть люди сами себе придумывают вот это, как это, чем же обладал, какой силой этот человек, который ходил пешком и говорил тихим голосом. Поэтому было желание в светском обществе посеять зерна вот эти вот знания, хотя бы для начала интереса к Сергею Радонежскому. Владимир Иванович, ну, спасибо огромное за эти, за ваши фильмы, особенно за фильмы «Мусульманин», «Поп», «Наследники». хотел бы пожелать вам самореализовываться в ваших фильмах, чтобы вокруг вас спасалось как можно больше людей. Да это Бог, я, я, во всяком случае, ну, стараюсь работать. И Господь вам в помощь, потому что вам много дано, ну, и много спросится. Удачи вам. Спасибо огромное. Спасибо вам. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Продолжение следует...